Здравствуйте! Итак, в прошлый раз мы практически завершили разговор об основных эстетических и философских принципах мировоззрения, основанных и сформулированных в эпоху романтизма. Пожалуй, наверное, единственное, что следует добавить, чтобы органично показать ту преемственность эпох романтизма и новой немецкой классической философии и эстетики, которая наступает, следует сказать, что романтизм был максимально сосредоточен, повторить, на идее универсальности творческой личности человека и на идее самопревышения человека, который осуществляется в рамках творческого акта. Ну и отсюда вот та столь подробная разработка эстетических и формальных средств и приемов, которыми также занимались романтики. Значит, наиболее сильно эта разработка шла в областях поэзии и музыки. И просто абрисом следует упомянуть, что в эпоху романтизма, особенно в завершающий период, ее ряд композиторов сформировался вокруг как раз так называемой Веймарской школы, во главе которой стал Ференц Лист. Ну и основные принципы музыкальной гармонии и обогащения идеями контрапункта и идеями неустойчивых аккордов также были характерны для этой школы и для музыкального направления. Ну а в поэзии это те приемы потенцирования, те приемы самопревышения художественного языка для того, чтобы отразить метафизическую сложность и, опять же, неисчерпаемость творческого акта, составляют тот эстетический корпус и стилистический корпус приемов, которые разрабатывали романтики. Ну и далее, наверное, как бы в завершении этой эпохи следует подчеркнуть, что, пожалуй, основная сила и основное богатство романтизма состояла вот в по-своему воплощенном тезисе в эту культурную эпоху, что, пожалуй, вот только через отражение принципов самодостаточности художественного творчества, искусства и именно в эпоху романтизма смогло реализовать себя как уникальная деятельность, которая как бы как раз отразила вот те силы самопревышения и ту внутреннюю интроспекцию, которая и характерна эпоха романтизма, и характерен творческий акт в эпоху романтизма. То есть искусство оказалось своего рода неповторимой творческой деятельностью, значимое как самое по себе, так и актуальное за своими пределами. И таким образом романтизм осуществляет как раз тот выход достижения основных принципов эстетики в идее чистого искусства и, с другой стороны, проекции этих принципов на реальную жизнь, то есть как бы выхода и попытки влиять искусство на окружающую действительность и на окружающий мир. И таким образом, как бы вот, собственно, ну, осуществляя, условно говоря, этот замысел, романтизм как эпоха преодолевает сама себя. В общем-то, эпоха тоже не самая длительная в истории развития мировой культуры и в истории развития мировых стилей, которая как раз и занимает собой рубеж 18-го и 19-го столетий. И далее на смену романтизму приходит также совершенно любопытнейшее явление в истории мировой культуры и, прежде всего, философии, конечно же. То есть следующая тема и следующее явление в культуре, о которой мы будем говорить, это немецкая классическая эстетика и немецкая классическая философская мысль. Значит, собственно говоря, можно сказать, что период немецкой классической эстетики приходится на вторую половину 18-го и начала 19-го века. И ее основу, то есть основной корпус и философских, и эстетических концепций, которые мы будем рассматривать в рамках этой темы, составили такие имена, конечно же, ведущих философов и ведущих разработчиков эстетических теорий, также в рамках своих философских мировоззрений, которые представляют эту эпоху. Значит, прежде всего, это, конечно же, Эммануил Кант, Фридрих Шиллер, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг и, как, наверное, своего рода апофеоз и философской, и эстетической мысли, периода развития немецкой классики, это Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Следующая особенность, которую также достаточно важно отметить в разговоре о немецкой классической философии и эстетике, состоит в том, что достаточно примечательно хронологическое совпадение этого периода, то есть периода классической немецкой философии, с романтизмом и отчасти с концом просвещения. Но удивительно и то, что романтизм и тем более просвещение каким-то образом органично перетекают в немецкую классическую философию, но не завершаются ею. То есть немецкая классическая философия своего рода служит таким ответвлением или апофеозом этих двух течений, не прекращая жизнь каждого из них. То есть, в общем-то, остатки элементов эпохи просвещения и тем более романтизм как философская и как эстетическая теория отчасти продолжают развиваться, особенно как бы в художественной практике, продолжают развиваться наряду с классической немецкой философией и с теми эстетическими концепциями, которые разрабатывают виднейшие мыслители этого времени. Примечательно также и то, что эстетические системы уже упомянутых нами основных центральных фигур этого периода Канта, Шеллинга и Гегеля включены в контекст их общей философии, которая всегда выступает как некая универсальная модель всего существующего. Это также очень важный тезис, который раскрывает нам две мысли. Но прежде всего это, собственно говоря, раскрывает саму историю и сам принцип названия этого периода как периода немецкой классической философии и эстетики. Почему? Потому что только в этот период была предпринята попытка со стороны философии прежде всего осмыслить и описать мир как некое универсальное целое и буквально вместить его в рамки философских течений, в рамки какого-либо философского учения и философских категорий. И далее второй момент, почему как бы вот это вот определение эстетических концепций или нахождение эстетических концепций внутри философских систем также очень важно, потому что это коррелирует с основным термином и понятием эстетики. Пожалуй, вот я сознательно не стала обращаться к самой сложности зарождения этого термина и к самой сложности зарождения предмета эстетики в начале наших лекций, потому что сам термин эстетика, как я уже ранее упоминала, да, вводит Баумгартен где-то в конце 18 века и он означает чувственный, то есть относящийся к чувственному зачастую и зрительному восприятию. Но этот термин по сути своей принадлежа Баумгартену характеризует только методологию эстетического подхода, то есть характеризует только то, как эстетика воздействует на рецепиента, воздействует на зрителя. Собственно говоря, антология эстетической мысли, то есть ее содержание достаточно сложны. И вот, пожалуй, в период как раз разговора о немецкой классической философии и эстетике мы должны сделать акцент на том и достаточно четко провести ту мысль, что же такое эстетика. Так вот, эстетику совершенно неверно считать неким разделом истории искусств или тем более своего рода учением об искусстве, которое основывается на принципах некой формы или неких формальных категорий и критериях, по которым строится искусство. Эстетика по сути своей есть область философии. Это чисто философская дисциплина и к тому же достаточно узкая область философии. И вот именно в период развития немецкой классической философии, это ее отрасль, это ее область, пожалуй, обнажает, наверное, свою ведущую роль, вот свою ведущую антологический смысл, состоящий в том, что зачастую эстетика призвана открыть то, что не под силу чистому рефлексийному началу философии. И вот именно в период немецкой классической эстетики она осуществляется, она существует как преодоление так называемого гносологического или вот того рационалистического тупика, в который уже как бы на своем достаточно зрелом периоде входит немецкая классическая философия. То есть эстетика по сути своей, если говорить несколько проще, задача ее эстетика по сути своей ориентирована как бы на поиск, вот как раз на созерцательный поиск и открытие тех истин или тех смыслов, которые зачастую недоступны чисто рефлексийному, логическому и последовательному философскому мышлению. Поэтому как бы еще раз мне бы хотелось подчеркнуть и провести то понятие, что вот именно своего совершенства и своего достаточно четкого места положения в области философских наук эстетика достигает также в период немецкой классической развития, немецкой классической философии и эстетики, как ее своеобычный, отдельный и зачастую венчающий весь корпус философских учений, системы или области, которая представлена в этот период и, конечно же, представлена в лице таких классических ее деятелей, как Кант, Шеллинг, Шиллер и Геги. И также еще, что следует отметить, вот говоря о, конечно же, величайшей масштабности и своеобычности периода немецкой классической философии, следует отметить то, что, пожалуй, вот именно в этот период и в лице немецкой классической философии осуществляется своего рода вот такая вот последняя, пожалуй, в истории и мировой, и западноевропейской культуры попытка представить целостное знание о всех аспектах существующего мира в рамках одной гармонично выстроенной некой теоретической и именно философской системы. И вот как раз не следует забывать, что в этой философской системе эстетика играет такую венчающую конечную роль апогея, то есть роль достижения, опять же, тех истин, тех смыслов, которые являются камнем преткновения или тупиком во всей философской и гносологической проблематике. Также следует упомянуть, что язык теоретиков немецкой классической эстетики очевидно сложнее, чем язык всех их предшественников. Однако следует сказать, что это, конечно же, не излишняя, тем более не сознательная затуманенность или сложность формы. Почему? Потому что именно через оперирование максимально сложными и обобщенными понятиями философы классики немецкой мысли смогли вывести обсуждение собственно эстетической проблематики на новый уровень. И осуществился своего рода вот такой акт поднятия теоретической планки эстетических доказательств и выводов, который смог осуществиться вот как раз уже после Баумгартена, то есть, пожалуй, начиная с Канта, как уже классического представителя и разработчика немецкой философии и эстетики. После вот всего корпуса сочинений немецких классических философов и, соответственно, и эстетиков под немецкой классической эстетикой уже нельзя было как бы понимать искусство, взятое само по себе. И по поводу этой немецкой классической эстетики нельзя было теоретизировать буквально как бы с позиции билетристики, с позиции здравого смысла или с позиции общих рассуждений о прекрасных чувственных формах, которые характерны, скажем так, в эпохе более ранней, то есть отчасти даже и для романтизма, который предшествовал немецкой классической философии и эстетике. И вот этим вот с одной стороны усложнением, с другой же стороны, достаточно жесткой систематизацией и разработкой терминологических понятий, которые входят в область эстетики. Представители немецкой классической философии и эстетики еще раз, вот как я уже сказала, подчеркнули ту мысль и то место эстетики в очень высокое и достаточно тонкое место эстетики во всем корпусе философии и философских наук, которые во многом ей сопутствовали в этот период. Ну и далее уже, собственно говоря, чтобы обращаться конкретно к каждой из этих масштабнейших фигур, мы начнем, пожалуй, с классика немецкой философской мысли и с классика, конечно же, немецкой эстетической мысли, а именно с имени Эммануила Канта. Значит, конечно же, ведущий представитель, пожалуй, всей немецкой философии и без его имени, наверное, не обходится ни один трактат, конечно же, по истории западноевропейской философии, а следовательно, как мы уже сказали, и эстетики. 1724-1804 годы жизни Эммануила Канта и, собственно, если обращаться уже как раз конкретно к его эстетической проблематике и к тому, насколько органично эстетика вплетается в весь корпус сочинений этого величайшего мыслителя, следует упомянуть, что наиболее любопытен и интересен, конечно же, так называемый второй зрелый или критический период творчества Канта. Условным водоразделом во всей жизни и во всей, конечно же, философской и творческой жизни Эммануила Канта стал 1770 год. Именно после этого года и начинается так называемый критический или зрелый период творчества Канта. До этого 1770 года, как и говорил сам Кант, он во многом находился в плену тех иллюзий или тех гоносологических представлений, из которого пробудило его изучение трактатов Давида Юма и Лейбницы. То есть это два мыслителя, которые пробудили Канта от того самого догматического сна, каким называл он свое состояние и свое мировоззрение до 1770 года. Собственно говоря, вот свой критический период в 1770 году Кант открывает о своей докторской диссертации и темой своей докторской диссертации, которые носят название о границах и принципах чувственного и умопостигаемого миров, как раз уже обозначая, что, пожалуй, центральной темой и центральной проблемой всего его философского творчества станет, как некий первичный импульс, гоносологическая проблематика. Еще раз напоминаю, то есть это вопросы и проблематика того, как работают человеческие познавательные способности и что им подвластно в этом мире, то есть насколько, опять же, насколько верно, насколько идентично действительности познавается мир обычными человеческими, даже пусть самыми развитыми, да, человеческими познавательными и рациональными способностями. И вот к этому критическому периоду мыслителя, то есть к периоду после 1770 года, и принадлежат, пожалуй, три классических и, конечно же, самых знаменитых сочинения Эммануила Канта. Значит, я перечислю все их по названиям и далее, кратко, чтобы перейти к эстетической проблематике, мы поговорим о центральных вопросах каждого из этих сочинений. Значит, наиболее раннее сочинение и как бы первое, которое как раз узко сосредоточено на вопросах гносологии, это так называемая «Критика чистого разума», написанная Кантом в 1781 году. Далее, спустя семь лет, в 1788 году последовала критика практического разума, которая посвящена уже не столько гносологической проблематике, сколько этике и проблемам морали. И далее, спустя всего два года, последовал, собственно говоря, масштабнейший труд Канта по философии и по эстетике. То есть в 1790 году он пишет свою знаменитую «Критику способности суждения», которая иногда с таким рабочим названием, иногда именует даже «Критику эстетической способности суждения», которая и венчает, собственно говоря, всю философию, всю мировоззренческую структуру Канта и является тем самым прописыванием эстетики в рамках общефилософских наук, а также выявлением высочайшей и совершенно неповторимой ни в одной другой области философии роли эстетики. Но сначала все-таки все по порядку. Итак, значит, в «Центре критики чистого разума» Канта, то есть в «Центре критики», написанной в 1781 году, лежит чисто гносологическая проблематика. И основной вопрос этой критики – в какой мере познаваем мир и в какой мере человек способен проникать в его суть и, соответственно, подчинять его себе, то есть влиять на этот мир. И вот как раз именно в этой критике 1781 года Кант выявляет границы познания, то есть именно те границы антологического вопрошания и гносологических границ человеческого познания, которые и характерны для основной темы этой критики. То есть Кант выдвигает основной принцип и основной вопрос отношения, окружающий мир и субъект, то есть реальность и познающий ее человек. И одновременно в рамках этой же критики он определяет такое понятие, тоже классичное для разговора о кантовской философии, как «вещь в себе». И вот именно вводя это понятие «вещь в себе», Кант и утверждает тот тезис, который позже был назван так называемым гносологическим тупиком во всей философской системе Канта. То есть Кант утверждает, что вещи такими, как они есть, независимо от наших познавательных, от наших рациональных способностей, которые проецируются на эти вещи, мы познать не можем. То есть Кант как раз и утверждает, что «вещь в себе» – это вещь сама по себе, взятая как бы отдельно или чисто, независимо от наших познавательных способностей. Это мир таков, каков он есть. Мир не для нас, условно говоря. И, конечно же, отчасти к этому миру принадлежит и все иррациональное, и все метафизическое, наличие которого, как бы, Кант не описывает, но и не отрицает. И вот именно тот тезис о том, что существует некий мир вещей в себе, который вовсе не сводил к инструментарию человеческого познания и который превышает всю гносологическую, то есть познавательную проблематику в философии, и во многом сводится как бы основной тезис критики чистого разума. И далее тот достаточно пессимистический и философский, и гносологический, и, конечно же, мировоззренческий вывод, который делает Кант из всей этой проблематики, гласит, что, согласно мысли Канта, отношения человека и мира, то есть отношения мира и познающего его субъекта, основаны исключительно на принципе необходимости, а в данном случае необходимость как бы можно поставить в синонимический ряд с неким практицизмом, прагматизмом или причинно-логическим следствием. То есть Канта говорит, что мы, опять же, не можем познать мир таким, как он есть, мы его познаем в действии на нас. И таким образом неизбежный принцип необходимости и неизбежный элемент прагматизма или обусловленности наших познавательных способностей определенным внешним и внутренним рядом фактором, факторов замыкает человека как бы вот внутри самого себя, то есть замыкает человека как раз в границах чистого разума. А чистым разумом, то есть, соответственно, и само произведение носит название критика чистого разума, иначе говоря, выявление границ чистого разума и чистым разумом Кант как раз и именует высокую аналитическую развитую способность рассудка, то есть способность человека не только наблюдать и фиксировать конкретные явления действительности и реальной жизни, но и делать определенные рациональные разумные выводы из этой действительности. И поэтому вот как раз критику 1781 года, то есть критика чистого разума, и принято так условно называть первым шагом где-то к глубокому пессимизму, да, или вот к тому самому, еще раз повторюсь, антологическому и гносологическому тупику, в которого заводит Кант вот такая вот чисто гносологически и академически выверенная система его философии. Далее Кант обращается к другой сфере человеческой жизни и к другому принципу активности в человеке и пишет в 1788 году критику практического разума. Значит, следует сказать, что условно вот таким вот внутренним импульсом к написанию этой критики и послужило вот то самое ощущение самозамкнутости, да, или ощущение гносологического тупика, в котором человек находится, если он опирается исключительно на свои рациональные силы и познавательные способности. Кант утверждает, что помимо рациональных сил, помимо познавательных способностей, в человеке есть еще некая во многом неуправляемая сфера, которую он именует сфером морали или сферой практического поведения. И именно вот в этой линии или в сфере практического поведения человек, утверждает Кант, выступает как существо свободное, чьи действия не обусловлены ни чистой выгодой, ни сферой практической необходимости, ни тем самым принципом причинно-следственных отношений, которые характеризуют чисто рациональные отношения к действительности или характеризуют как раз чистый разум, как одну из основных форм, один из основных видов человеческой активности. Таковы основные постулаты и основная проблематика критики практического разума, в которой, что основным тезисом утверждает Кант, что человек в сфере своего морально-нравственного поведения остается всегда свободен, и что удивительно, его влечение к добру или его внутренние побуждения или импульсы к добру, как правило, остаются рационально необоснованными, то есть они имеют принципиально иной источник, чем вот те самые отношения познавательной необходимости, которые характеризуют наш чистый разум или аналитическую способность. То есть таким образом сфера морали по мысли Канта является как бы или обнаруживает для Канта, как для исследователя, своего рода ступень тоже в некую непостижимую и до конца не подчиняющуюся рациональным способностям сферу внутренней жизни человека, который и относится как раз к принципу свободной воли, принцип тяготения к добру, принцип не обусловленного личной выгодой поступка или по-другому принцип категорического императива, о котором и говорит Кант вот как раз в своей критике практического разума, достаточно, конечно, подробно и с немецкой скрупулезностью, разрабатывая и описывая все эти понятия. И вот после написания двух критик, которые как бы по своему содержанию относятся к совершенно разной проблематике, к совершенно разным видам и формам внутренней и внешней активности человека, Кант был поставлен перед основным фактом или основным вопросом всей своей философской системы, а следовательно, в общем-то, и всей своей жизни, потому что известно, что величайший этот деятель философской немецкой науки, в общем-то, жил исключительно своими теоретическими сочинениями для них и для той обширнейшей массы лекций и лекционных курсов, которые он прочитывал в Кёнигсбергском университете. Так вот, Кант становится перед основным фактом своей внутренней и творческой биографии. Почему? Потому что исследовательские области его как бы распадаются на два отдельные философские русла, а именно как бы на работу критикоспособности суждения, которая как бы будет являться третьей и завершающей критикой, но она еще не получает то название, и вот на две работы критика чистого разума и критику практического разума, о которой мы сказали. Так вот, именно идея создания работы критикой последней, завершающей критики, которая была осуществлена Кантом к 1790 году, то есть создание критики способности суждения, импульсом к этой книге послужила как раз вот та разнонаправленность сфер, совершенно непохожесть двух областей исследований или двух философских руслов, в которых находились первые две критики, то есть критика чистого разума и критика практического разума, которые были написаны до этого Канта. Ну и, соответственно, основным философским вопросом Канта, вот как раз к 1790 году, и стоит вопрос о том, насколько же соединима область чистого познания или как раз то, чему посвящена критика чистого разума, то есть насколько соединима область рационального с тем, что можно именовать внутренней, моральной или, если угодно, даже и душевной жизнью человека с основным и главным ее импульсом, импульсом и тяготением к свободе и к некоему абсолюту свободы. И отсюда Кант делает как бы вывод, ну вывод он делает уже, конечно, завершая свою работу, и этот вывод служит как бы основным нервом написания всей вот третьей и последней его критики, то есть критика способности суждения. Кант утверждает, что сфера искусства, а именно сфера непредвзятого суждения вкуса, то есть не обусловленного никакими рациональными, прагматическими или иными отношениями необходимости, выступает той областью, где человек, погруженный в реальность, то есть рационально и движимый необходимостью с рациональной точки зрения, и человек, реализующий свою внутреннюю душевно-духовную свободу, предстает именно в интегрированном, в объединенном единстве этих отношений. То есть таким образом мы можем утверждать, вот как некий тезис, как некий постулат, что сама логика внутреннего и философского поиска побудила Канта к погружению в мир эстетики, которая и стала, собственно говоря, таким образом, завершающим, венчающим этапом в здании всей философской структуры его мысли. То есть эстетика стала у Канта как раз областью, которая завершает все его философские, а следовательно гносологические и антологические построения. То есть вот таким образом, как раз на примере истории и хронологической, и такой мировоззренческой истории написания трех критик, достаточно хорошо видно, как эстетика занимает вот такую свою узкую и венчающую, апофеозную, можно сказать, роль во всей системе философских наук. Итак, природу искусства Канта трактует буквально как соединение противоположных начал. Какие это начало? Это эмоциональность, то есть то, что служит внутренним побуждением, актом как бы внутреннего волнения к творческому акту и разума. Далее логика и интуиция, чувственное и понятийное знание. Это все те русла, как бы те разнонаправленные силы внутренней и душевной и рациональной жизни человека, которые служат побудителями к искусству. И далее одно из центральных понятий кантовской эстетики и в том числе как бы и кантовской философии, потому что эстетика, опять же, повторюсь, является зданием, венчающим всю эту философию, является так называемое понятие целесообразности без цели, которое как раз Кант и вводит в этой своей третьей и последней критике способности суждения. Что это такое? Кант утверждает, что именно через понятие целесообразности без цели характеризуется, пожалуй, основной внутренний нерв и основная сущность искусства и эстетического вкуса. Почему? Потому что целесообразность без цели раскрывает толкование бескорыстной природы художественного восприятия и художественного удовлетворения. То есть, переходя вот от гносологического тупика, вот, скажем так, к гносологической замкнутости первой критики к вопросам морали и этики и свободы второй критики, Кант утверждает, что, еще раз повторяю, то есть, что область, где интегрируются эти два течения восприятия, да, как бы и философской мысли человека, то есть, его гносология, его рациональные способности и его, скажем так, внутренние душевные побуждения есть область эстетического суждения или область чистого вкуса. И вот как раз понятие целесообразности без цели, то есть, то, что существует или ценно само по себе и характеризует искусство как область, где, с одной стороны, все существует сугубо гармонично и все части, безусловно, подчинены некоему единому целому и цели, с другой же стороны, эту цель никогда невозможно исчерпать и описать чисто рационально и в рамках каких-то аналитических понятий. Далее Кант утверждает, что восприятие произведения искусства демонстрирует, что интерес к нему не связан ни с дидактикой, которую легко можно вычерпывать из художественного содержания, ни с тем, что оно может способствовать расширению границ жизненного опыта. В процессе художественного восприятия, подчеркивает Кант, возникает своеобразная игра познавательных сил, ведущая к самопревышению человеческого существа. И вот здесь, буквально, беря вот эти вот цитаты и формулировки из критики способности суждения, мы видим, насколько действительно Кант здесь близок к романтикам или же романтике Канту. Здесь, в данном случае, это безразлично как раз по взглядам на искусство, с одной стороны, как акт освобождения бесконечного, а с другой, как на акт самопревышения человеческой личности. То есть искусство ценно само по себе. Искусство существует как чистое искусство, да, и как эстетика для совершенной формы. Этот тезис ничуть не отрицает Канта, то он, наоборот, даже во многом прослеживается в ходе написания его критики способности суждения. Но Кант, вот чем он как бы преемственен романтикам и чем он во многом завершает, конечно же, здание, вот скажем так, философской мысли романтизма, он делает дальнейший вывод из этой философии искусства, состоящей в том, что как бы только через бытие в самом себе или вот как раз эту игру познавательных сил, которая не служит никакой конкретной цели искусства, и открывает те новые горизонты и те совершенно удивительные, во многом действительно, можно сказать, и метафизические, и иррациональные дали, которые ни под силу ни рефлексирующему человеческому сознанию, ни даже морально-этической способности, так как все-таки мораль и этика сосредоточены в сфере реальной, в сфере социальной, общественной жизни человека. Игра познавательных сил, ведущая к самопревышению человеческого существа, которая никогда не может быть исчерпана рациональными средствами и понятиями. Это также одно из определений искусства, которые вводит Кант в свои критики способности суждений. И далее утверждает Кант, что в итоге, как совершенно уникальное явление, и в гносологическом, то есть в аспекте как раз рассмотрения познавательных способностей человека, искусства сильно не только ясным построением своей формы, но и игрой, аллогизмами, обманом ожиданий. Опять же, тезис совершенно напрямую коррелирующийся с эстетикой романтизма. Нерациональное пространство искусства, о котором говорит Кант, стимулирует игру познавательных способностей, которые делают процесс художественного восприятия более важным, чем его результат. И отсюда вот та самая роль реципиента, то есть роль человека, который вжился в произведение искусства, также очень высока во всей эстетике и во всей философии Канта. То есть как бы сам акт, с одной стороны, создание, с другой стороны, опять же, выживание и переживание в произведении искусства, это то, что вновь напрямую сближает всю эстетику и философию Канта с эстетикой и философией романтиков, но только еще с обозначением очень четких гносологических выводов, которые и делает Кант. Искусство сильно тем, что оно позволяет человеку расширить границы своего сознания и как раз преодолеть тот самый, в общем-то, жуткий и безысходный для человека принцип отношений необходимости, то есть принцип обусловленности рационально-гносологических человеческих способностей действительностью, то есть то, что внешний мир таков, какой он является в человеческом сознании, в воздействии его на человеческое сознание, этот тезис как бы взрывается во всей философии и эстетике Канта. И таким образом искусству отводится не просто какая-то ведущая роль, а оно открывает действительно некие двери, некие ворота в иной мир, который недоступен ни чисто рациональному сознанию, то есть ни чистому разуму, ни разуму практическому. И Кант настаивает на том, что действия как раз углубленной ассоциативности или отпущенного на простор творческого воображения – это те формы внутренней активности, которые он ценит очень высоко и которые Кант ставит превыше всяких, опять же, рефлексийных или гносологических штудий и философских размышлений на тему, в том числе и тему смысла жизни человека и познаваемости окружающего его мира. И так как искусство по мысли Канта представляет собой буквально то самое связывающее, интегрирующее звено, которое примеряет силы необходимости, то есть мир природы, который Кант достаточно четко характеризует через свою критику чистого разума, то есть как предмет, как раз постигаемый чистым разумом, и искусство с другой стороны примеряет силы свободы, то есть область нравственных деяний, оно по Канту должно казаться лишенным всякой принудительности произвольных правил, как если бы оно было только продуктом природы. И отсюда, опять же, вот тот тезис, который мы вспомним, уже упомянули, говоря об эстетике романтизма, что прекрасно совершенно тогда, когда оно походит на природу, то есть когда минимально или практически вообще в искусстве не прослеживается след некоего рационального, ну скажем так, подсчета, некой рациональной гармонии и геометрии, который туда привнесен. Все естественное отмечает Кант прекрасно, когда имеет вид сделанного человеком, а искусство прекрасно, если оно походит на природу. И это та внешняя отличительная черта, которая вновь характеризует искусство по отношению, да, и эстетику, например, по отношению с другими формами человеческой жизни и человеческой культурной активности. И, собственно говоря, вот такими итогами и высказываниями Кант очерчивает свое понимание эстетики совершенного, и еще раз подчеркну, эстетики как вершинной области, не просто философского анализа и познания, а эстетики как вершинной области возможностей человеческого самоосуществления, возможностей человеческого самопревышения. Опять же, очень и очень близкая к романтизму концепция. Все жестко правильное, замечает Кант, имеет в себе нечто противное вкусу. Его рассмотрение нас долго не занимает, и если только оно, то есть это жестко правильное, не имеет своим намерением познание или определенную практическую цель, то есть цель, которая может сформировать наше конкретное отношение, действенное отношение к миру, оно наводит скуку. Эстетически плодотворным оказывается все то, что будет воображение и способствует игре внутренних сил человеческой души. И именно вот через эту способность свободной игры и происходит вот тот самый, опять же, можно здесь употребить термин романтизма, акт потенцирования, то есть акт самопревышения рациональных сил человека, когда человек вступает в область, недоступную дневному или чистому познанию. И отсюда искусство по Канту всячески культивирует вот эту способность внутреннего самопогружения и иррационального усилия, если так можно выразиться, человеческого существа. «Красота в природе, — пишет Кант, — это прекрасная вещь, а красота в искусстве — это прекрасное представление о вещи или прекрасный образ вещи». Отсюда, кстати, тоже любопытно, что, в общем-то, вот такой философский тезис Канта, безусловно, дает право упрекать его, вот опять же, в эстетизации некой формы, то есть упрекать его в эстетизации того, что, в принципе, не существует. Это так, если прочитывать философскую систему Канта чисто внешне. Но Кант говорит о том, что как раз искусство или эстетическое усилие рождает в человеке то, на что, в принципе, не способно его познание и на что не способен никакой его волевой акт. Поэтому, значит, красота в искусстве — это прекрасное представление о вещи, а в данном случае прекрасное представление о вещи по Канту гораздо важнее самой вещи и гораздо важнее дневного, скажем так, или вот этого определенного обусловленностью и необходимостью отношения человека к миру. При восприятии искусства, отсюда утверждает Кант, важны не столько сами качества объекта, сколько то, что человек в процессе переживания способен обнаружить в себе самом. Потому что это глубина интроспекции или глубина самопогружения, и есть как бы тот мостик или та дорога, которая позволяет реципиенту ощутить подсознательное в искусстве или то, что можно охарактеризовать иррациональными силами. Иными словами, основную суть, основной смысл художественного произведения, который заключен не в его дидактике, а в той специфической ауре, в той духовной, в той эстетически-мировоззренческой атмосфере, которая формирует вокруг себя каждое подлинное произведение искусства, которое написано не на злобу дня, в этом и состоит основной смысл эстетического переживания и основная цель творческого акта по Канту. Все прекрасное в искусстве возникает только благодаря творческой активности гения, который его создает. Это второй тезис и второй вывод, который делает Кант из всей своей философской системы, из всего своего философского учения об искусстве. Почему? Потому что, погружаясь в художественное переживание, наши силы воображения приходят в движение. Душа, пишет Кант, получает некий оживляющий принцип. Этот принцип есть не что иное, как способность изображения эстетических идей. Под эстетикой же и под эстетической идеей я понимаю то представление воображения, которое дает повод много думать, причем, однако, никакая определенная мысль, то есть никакое понятие не может быть адекватным ему, то есть неадекватным этому эстетическому воображению или эстетическому усилию, пишет Кант в своей «Критике способности суждения». То есть то, что невозможно подчеркнуть из действительности, то, что никогда не является прямым отражением действительности и есть сущность и суть произведения искусства по Канту. И поэтому вышеупомянутый нами тезис Канта о том, что все прекрасное в искусстве возникает только благодаря творческой активности гения, и, безусловно, конечно же, подчеркивает крайний субъективизм во всей философии искусства и эстетики Канта. Но это субъективизм высочайшего уровня, субъективизм высочайшего порядка. Кант утверждает, что внутренней свободе или внутреннему акту совершенно непостижимого созерцания буквально иных сущностей или иных миров гения доступно то, что невозможно и никогда не может быть доступно ученому. Это утверждает один из самых сухих, один из самых последовательно, условно-теоретически сухо-мыслящих философов периода немецкой классической эстетики. То есть, когда говорят, скажем так, о рационализме и о крайней сухости или о крайней усложненности терминологической эстетики, у Канта, в общем-то, наверное, это отчасти является свидетельством недостаточно знания его текстов, потому что сами тексты Канта наряду с внутренней, конечно же, безупречной логикой построения суждения изобилуют теми определениями или терминами, которые не могут быть сведены к чистой вербальности или к чистому рационализму, то есть к тому, что можно назвать наукообразными, наукоподобными жесткими определениями, особенно в той области, которая касается эстетического анализа. В текстах Канта, особенно в его последней критике способности суждения, достаточно много можно прочитать о произволе гения, о неповторимости свободы гения и о, безусловно, праве гения на ту свободу, которая отделяет его от всех других людей и ставит действительно в совершенно особое положение, которое зачастую даже выливается в особенности и, скажем так, неуравновешенности, зачастую даже этической неприглядности жизни гения в социокультурной системе всего общества. Кант говорит, что гений не только имеет на это право, а что такова его природа. Он, условно говоря, выламывается из тех рамок, которые принято называть хорошими, которые принято называть устойчивыми ради того или как бы для того, что существует внутри его природы. Гений – это источник пути к прекрасному, свобода гениальности, свобода произвола. Еще раз подчеркиваю, что это те термины, на которых настаивает Кант вот в своем учении об эстетике, когда он говорит о корнях возникновения того совершенно неповторимого как бы и вкусового, и рационального, одновременно и иррационального переживания, которое он называет эстетическим ощущением или той внутренней природой обживания в произведении искусства, о котором мы и говорим. И поэтому как бы вот сам тезис Канта о том, что искусство дает повод много думать, однако никогда эта мысль не может быть завершена или вылита в какую-то жесткую структуру рациональных понятий, и, пожалуй, является основным по-своему гносологически-критическим тезисом, который Кант и высказывает в своей критике способности суждения, вставив ее как бы или делая ее совершенно особой критикой по отношению к первым дум, его чисто теоретическим работам. Итак, в своей третьей и последней критике, то есть критике способности суждения, Кант, но отчасти подытоживая свои философские мысли об эстетической активности и о взглядах на искусство, формулирует следующую уже чисто философскую антиномию. Тезис в ней гласит, эстетическое суждение невозможно обсуждать, поскольку оно не основывается на понятиях. К этому существует и философский, и логический антитезис. Эстетическое суждение при всей вариативности возможно обсуждать, так как оно основывается на понятиях. И вот вводя саму эстетику в эту такую парадигму, в эту контрарность двух логически противоречивых, двух логически противоположных суждений, Кант и обозначает то удивительное поле внутренней активности, как бы то эмоциональной активности, в которой действует художник и в которой реализуется свобода гения. В этом и состоит, еще раз подчеркиваю, гносологическая особенность критики, и последней, третьей критики, способности суждения Эммануила Канта. Ну а далее, как бы наш разговор об особенностях и методологических, и философских этой критики мы продолжим в следующий раз, равно как и об авторах, о представителях немецкой классической философии уже посткантовского времени, как бы посткантовского периода. На этом я прощаюсь и до свидания. Субтитры подогнали Симон.